Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банк России назвал условия сохранения лицензии по ОСАГО для Росгосстраха. Регулятор выдвинул компании требования по улучшению бизнес-процессов и работы с клиентами. Страховщик, как ни странно, с ними согласился. Теперь Росгосстрах должен информировать своих клиентов о покупке ОСАГО без дополнительных страховок, а также о возможных скидках за безаварийную езду. Кроме того, компания не может запретить автомобилистам записывать на аудио или видео процесс покупки полиса ОСАГО. Также компания продолжит использовать пятидневный период охлаждения, в течение которого страхователь может отказаться от договора страхования без финансовых потерь при продаже так называемого расширения полиса ОСАГО. Только согласие с требованиями Центробанка вовсе не означает, что требования будут выполнены. Так что, если вас будут обманывать в Росгосстрахе, то снимайте видео, пишите жалобы в Центробанк и РСА, ну и мне на электронный адрес присылайте. Он, кстати, на экране. Рекламу кредитов и займов посредством наружной рекламы, СМС-рассылок и прочих носителей могут законодательно запретить. Соответствующий законопроект скоро будет внесен в Госдуму. По мнению авторов проекта, широкая реклама потребительских кредитов приобрела характер массовой социальной провокации, а невозможность погашения населением кредитов стала существенным фактором не только экономических проблем, но и повышения социальной напряженности в целом. За распространение рекламы кредитов и займов граждан предлагают штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юрлица штрафовать на 50 тысяч рублей. Штраф для юрлиц составит до 1 миллиона рублей. И все это с конфискацией рекламной продукции и оборудования, используемого для ее изготовления. Ростуризм рекомендует воздерживаться от поездок в Южную Корею из-за угрозы заражения ближневосточным коронавирусом МЕРС. Уже отмечен 41 случай заболевания. Четыре из них закончились летально. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первую минуту торгов вырос на 1%. Индекс ММВБ, наоборот, немного снизился до отметки 1645 пунктов. Лидеры роста – акции «Полюс золота», «Полиметалл», «Аптечные сети» 36,6, «Мечила», «М-Видео», «ВТБ» и «Мегафона». Среди лидеров падения «Бумаги Русала», «МРСК Центра», «Уралкали», «Распадской», «Яндекса», «Эон Россия», «Ростелекома», «МТС» и «Сургутнефтегаза». Курс доллара на 9 июня – 56,04 рубля, курс евро – 62,50 рубля. Золото стоит 2114 рублей за грамм. Серебро стоит 28,94 рубля за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 63,60 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова